и всем привет продолжаем играть в катаклизм светлые ночи значит прошлый раз мы немного очистили казарму патронов слишком много и нашли от 223 только одну обойму с собой идут еще взял автоматик это пистолет-пулемет ну и патроны у нас здесь на 19 были по моему еще давно сотка что когда закончится 223 будем уже придется этим пользоваться и вот я значит бегал разгрузился немного машину выбросил лишний лут решил значит исследовать надо нам найти в общем и спуск на нижний этаж и еще либо еще этот этаж до конца исследовать чтобы посмотреть может еще мы где казармы найдем какие-нибудь но тут нам встретил встретился кевларовы зомби ну что же придется разбираться а чё поделаешь ну хорошо хотя бы пробивается двести двадцать третьему 24 урона сколько ему там четыре патрона наверное хватит и четырех не хватило идти не хватило и не хватило только 7 пуль уложил кевларового зомби надо перезаряжаться потому что неизвестно что нам нас там дальше вообще ждет по итогу нас остается 32 патрона немного но потом перейдем надеть на 19 возможно нам в кевларовом что-то повезет бывает такое но нет не повезло мне вот нам только ножик верно лопатка но еда вода это наверно стандартно тебя даже еды смотрю нету что здесь у нас чистого то есть немного фруктиков есть заляпанные кровью смотрим дальше и в яму со слизью заходите кто еще не хочу значит здесь у нас выход наверх что-то внизу слышно какие-то звуки надо сходить проверить потом нам не было неприятным сюрпризом это а звуки за железными дверями но пустами все это и остается а еще что хотел спросить ребят напишите вообще продолжать светлой ночи играть и дом тот рай либо начинать уже сразу забрасывать и начинать а в туда играть там нету в принципе особо разницы нету во что играть может быть да да для вас более интересно будет поэтому напишите в комментах б.н. и либо ты да посмотрим если не напишите будем играть дальше светлой ночи что там было у нас таблеточки аспирин батарейка надо переходить за железные двери там конечно нас быстрее все будут ждать что-то лаба какая-то темная все почти везде свет выключен не очень хорошо то особенно если учесть то что мы не взяли в этом крае ночное зрение сложновато и вот теперь дико об этом жалею еще жалею том что не взял как там называется крепкая спина чтобы вес увеличить нам значит есть компьютер есть какой-то но быстрее всего там просто держит мутантов неинтересно мы там пойдем сейчас другие двери поищем вот и железные еще одни двери здесь нас какая-то лаборатория в смысле и ученые за рабочими столами видимо сидели и есть спуск на низ это хорошо я смотрю тут еще немножко походим есть спуск на низ есть переход среднюю комнату нужно проверить вдруг здесь где-то а морка с лутом потому что все эти охранилища там казармы мутагенов и прочего они по углам карты расположены вот эти лопата вот за этой дверью по моему мы слышали какой-то шум да там и сидим дружочек хорошо когда спускаемся ниже может нам повезет мы найдем очередные казармы ибо хранилище какой-нибудь с мутагенами значит эта штука не работает выключенная исправный генератор собачка бачк нами оба на оба на бака скелет попробуем убежать и не знаю получится нас убежать собаки скелет или нет вот мы по крайней мере дверь закроем пускай она лупится в эту дверь вот все отлично получилось закрываем это тоже дверьку переходим на ходьбу но и ждем по идее не знаю она должна была разбить дверь но решила не трогать дверь как бы странно подождем еще немножко немножко пускай восстановится стамина вот слышно было где-то что-то кто-то лупит в стену почему дверь не разбивает я не знаю но всяком случае нам туда не надо а вон кстати внизу что-то что-то виднеется внизу сыворотка кошки ну заберем заберем только все равно надо пурификатор найти потому что без пурификатора амутировать это дело такое себе очень опасно а вот пурификатор собственно говоря прям как по заказу сейчас мы еще посмотрим а что это было а как нас было видно откуда-то оттуда выстрелили если бы это был талан он бы быстрее всего не выстрелили по нам надо ближе подойти на уходе ну ты блин даешь ладно убегаем здесь оттенка у нас не достанет выглянуть а не вылазит возможно там турелька стоит вполне возможно очень мы просто сейчас обойдем дверку закроем единственное что надо сейчас перебинтоваться рябинтика а вот есть марлящики что значит голова пойдет торс то есть нам в голову и в торс засадил может даже просто торс больше по перебинтовались но неприятно неприятно с самого начала словить пару пуль открываем эти двери там быстрее сик турель находится а вам он такой он бы пришел быстрее всего осмотрел что происходит резиновый шланг нам надо ли нет пожалуй надо я не помню вроде не было у нас шланга резинового машине забираем водичку тоже можно взять учиться наверно понадобится нет персонаж упился еще одна водичка что у нас за пробирка сыворотка растения вот сывороткой растения верно мы экспериментировать не будем и честно говоря не помню что там а еще одна сыворотка кошки не помню какие положительные там есть эффекты мутации его сыворотки растения но по названию не хочется не что-то растением становиться вообще в игре все что связано с растениями не очень по мне хорошие вещи на те же фунгалоиды мне не нравится совершенно не нравится сыворотка слизи то же самое не хочу а еще один партификатор пусть мы можем в принципе два раза по мутировать я посмотрим может быть еще найдем и нибудь мутации мутагены есть мутаген стеклянная колба это очень рискованно шприц мы подберем как еще вот здесь посмотрим может быть мутагены найдутся нет ходу здесь мутагенов больше нет у таблетки юристого калия до получения помогут смягчить негативные эффекты связаны нам нужно бельянской лазурь но мы возьмем эти таблетки вот еще одна при еще один партификатор сидим сейчас эти таблетки которые нашли юристого калия наши я не знаю есть радиации нету в этой лабе на всякий случай лучше захавать а здесь я вроде как все уже посмотрел да что ж тогда раз мы нашли столько пурификаторов можно немножко попробовать помутировать вдруг у нас появится все таки ночное зрение начнем с сыворотки кошки а грубая кожа мутация и все ваша кожа немного грубая не оказывали они на геймплей понятно дарует быстрое лечение здоровья как все у нас было а вот небольшая чувствительность к мане и эффективность маны это кстати не было а ну-ка лог откроем да мы получили мутацию небольшая чувствительность к мане а и все и все значит вторая мутация эффективность ман у нас все таки было до быстрее все и брал бы мы собираетесь магом играть правильно но пока кто не до магии наши не до зомби не до медведей и особо то нам помогают кстати можно было бы сейчас зомби вызвать чтобы они там попробовали разобрались турельки может таки сделаем давайте таки сделаем значит вызов вызов зомби свободные руки сейчас я освобожу эти руки сколько стоит затруднений по моему никаких нету значит стоимость нормально как обычно да я хочу вызвать их куда мы повреждение 2 в руки применяйте вызвать зомби значит берем сейчас м-ку а ярком все зомби там начали шурудить открываем двери верхнюю сразу вот наш хороший милый зомби выглядываем ничего пока не видно что это зомби дружелюбны сейчас зомби расстреляют они легкая турель стреляет зомби зомби то и нету а куда они подевались они вообще просто растаяли по моему да там легкая турель стоит это серьезно легкая конечно не тяжелый но все равно хорошо я посмотрим что у нас тут еще есть а я хотел мутировать но я вспомню про то что мутации это тело нам дают очень сильную боль и снижать характеристики значит что мы сделаем мы будем мутировать в конце нашей серии меня уже перевес это все опять таки из-за того что из-за того что мы получили дебаф от мутации подождем немного времени может быть восстановится сила я изначально была сила 9 да да потиху восстанавливаться вот восьмерка уже и надо будет силу увеличивать потому что вес это переносимым совершенно его мало у нас в итоге получается немного брони надета но там mps жилет тяжелую до каска тяжелого куда без это вот не было бы мп жилета да и у нас это даже легкая турель на бы возможно торс нам более сильно пробила не знаю может быть за два выстрела вообще бы убила раз что без жилет никуда кстати хороший хороший коридор мне нравится лампочка горит можно будет что от кого-то отстреливаться пока тишина а никого не видно есть еще на нижний этаж спуск то есть мы сейчас на минус третьем можем на минус четвертый спуститься пока еще пожалуй по исследую оба на оба на я понял опять турель 5 троли вот за того что света нету из-за того что свет нету мы не видим эти турели она ходил переходим сюда мы не идем там турель таких местах как бы ожидаемо увидеть турели то есть это комнаты где стоит компьютер где стоит 100 столы стоят вот сейчас на таких местах появляется турельки ну вот опять опять стурель легкая а что за дверями а за дверями у нас фангалоиды обосновались грибковый пол тебе понятно не туда мы не ходим не хватало еще заразиться грибками этими значит он турели тут турель туда пойти куда податься можно нижний также спуститься ну как вариант почему нет воде сразу еще ниже спустимся и 5 света нету опять ничего не видно где тут что вот еще ниже есть хорошо допустим это лестничная комната прямо ниже ниже минус 5 возможно это сам последний этаж а мы низкие а мы глубокие мы сейчас на минус пятом а был минус 4 слышно здесь был какой-то звук здесь здесь значит там по-другому какие-то зомбаки туда мы пока не пойдем смотрим что здесь здесь у нас кстати центральная комната возможно там иногда бывают аланы попробуем обойти 5 525 возможно там турелька пример похоже там она может быть вот еще одна турелька уже которая видно здесь у нас ловушечка рассекатель надо очень как-то обойти эти комнаты с турельками как обойти здесь вряд ли будет проход как раз таки проход быстрее всего там где турельки чтобы обойти тут комнату по кругу да здесь прохода нету посмотрим другие комнаты вдруг мы что-то найдем нет ничего мы не нашли значит больше двери нету то есть идти только сюда либо сюда но тут и тут стоят турельки конечно нам не видно турелька но что-то я есть только подозрение что она все таки есть попробуем уйти тень у нас все получилось робота здесь никаких и наблюдается значит не появились просто они тут он это здоровенная но никакого хранилища ничего лута нету и выход наверх пойдем в эти железные двери сходим проверим что здесь о сколько много шума стало слышно и кто же там идет тоже там ходит за дверями до глянными это очень много шума но двери пока не ломаются значит возможно там эти слизняки слизь черная такая вполне вероятно если покричать никто не вылазит быстрее сюда либо может там еще быть какие-нибудь киборги сломанные роботы о ясно амбек врубаем по за зомби зомби крепыш ну иди иди сюда зомби крепыш сейчас его на свет выведем там расстреляем все минус зомби крепыш то у тебя еще полезного значит стоим здесь тени пока что надо дышаться вот дышались пошли дальше смотреть по патрону 27 патронов здесь какой-то шум слышно дверь кстати открытая и возможно закрою лучше швейный набор здесь больше зомби мы не видим возможно там за стенках что-то еще есть кто-то а вот центральная комната что мы здесь видим бм-1 кбм встроен дозиметр генератор искусственные ночи очень интересно встроенный процессор кбм утупление чувств системы прицеливания пропуск ученого я лучше бы больше обрадовался здесь будет лазерное оружие было батарейки то в лобе найти не проблема но чего нет того нет тоже вас зомби всех расстрелял то интересно где-то значит возможно есть робот на сольное ружье а а а а говорю где-то возможно есть робот эту четыре штуки этих возможно значит у меня нету мп гранаты есть обычные гранаты их мы и будем кидать кидаем 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 дожди где гранаты не понял но бросить бросили быстренько быстренько убегаем от конечно все равно глушит но не настолько долго по крайней мере как с незакрытыми дверями значит сейчас пока у нас глухота лучше мы отойдем и переждем какое-то время может когда ничего не слышно очень чревато проблемами ждем и еще подождем пять минут не прошла глухота но туда еще пять минут все снова можем слышать большая боль усталость боль кстати по тиху проходит принятого мутагена пойдем посмотрим что там делается с этими роботами даже наверное гранаты возьму в руки одну штуку то я наделал тоже я натворил минус граната опять глухота хотел взять руки в итоге в итоге активировал все ждем еще пять минут еще пять минут сейчас возможно дауд подольше придется ждать уже только через 15 минут у нас обратно вернулся слух граната взять в руки вот теперь все правильно значит что там с нашими роботиками произошло зомби охранник цел робот один по крайней мере тоже цел подкинем еще тогда гранат туда покидаем 45 секунд отлично кидают тут что мне нравится в светлую ночь то что граната здесь кидается шикарно а выбрал туда не кинулись бомбик открываем 5 оглушились ну по крайней мере сейчас зомби охранник мертв правда и гранаты у нас тоже уже закончились значит опять мы тогда ждем здесь не знаю 15 минут придется ждать его больше но за 10 минут прошло переходим тогда на ходьбу где там наш возможно зомби кстати лучше что буду вызвать сначала потом идти вперед дверь оставляем на всякий случай открытыми никто не вылазит то есть быстрее всего там либо то слизь черная либо робот какие-нибудь значит зомби зомби вызываем зомби мы конечно туда вообще медведь будет просто тупо убегать и все зомби вызвали берем тогда арку в руки вот наши зомби не пошли куда-то не пошли никуда по ним никто не стреляет то есть возможно никого и нету заодно посмотрим что здесь здесь происходит опять таки если двери не ломается то мы не трогаем да здесь все чисто все отлично значит забираем патроны халявные успел этот робот их немножко выстрелить значит две обоймы третья и четвертая здесь у них еще ружье 12 калибра у нас оружие так есть 12 калибра вот тут куча этих рассекателей правда не установлены в стекле прямо бронированном опуску еще но уберем можно перезарядиться лучше даже патроны просто забой выкидываю тебе в инвентарь и обойму мы тоже лишний потом выбросим ставим а им в одну только обойму на всяк случай полную быстро перезаряжаться значит этим на 4 магазина выкидываем и у нас в итоге получается 80 патронов плюс 29 еще 27 принципе вполне неплохо лабу можно зачистить спокойно главное чтобы тут не было каких-нибудь халков значит там мы как помню турель турель туда не ходим бы мы нам до них не добраться я правда не знаю этот бойный молоток стекло бронированное пробьет ли нет даже если пробьет то все равно мы сейчас оставить кбм и вряд ли будем нужно медицину поднять нужно найти автодок нужно нужно найти как-то где-то значок этого главврача чтобы нам медсестра помогла а вот какая-то к это это хранилище за но бионическое бионическое хранилище нам бионик не очень важно сейчас я уже говорил по каким причинам вот вот она черн маленький сгусток этот где маленький там большой на не плюс еще то что размножаются постоянно если их отстреливать начать очень много а выход только наверх то есть в принципе нам туда то и не надо что-то там лазит либо здесь лазит но здесь мы были значит где-то да здесь лазит решил дверь поломать ну ломай ломай довольно долго будет ломать даже принципе про него не париться значит что мы здесь еще можем посмотреть то в принципе наверное ничего особо мы не посмотрим сюда можно сходить на низ здесь значит бионическое убежище и хранилище да значит идем честно не сюда посмотрим что там есть дать мне пройти для какой зомби настырно где кстати второй делся непонятно а вот и второе а то я выкидывал а здесь грибки 10 5 грибки и какое-то хранилище возможно то что нам надо но туда не пойдем конечно потому что а может и грибки галлоиды сидела надо заражаться значит отсюда тогда уходим здесь больше делать нечего идем на верхний этаж как бы будем помнить что здесь кбм валяются возможно будем помнить весь четвертый этаж грибками уже тут заражен значит и ищем где-то в другой вход но вот один из других входов наверх тут все равно все в грибках что нам надо возвращаться туда откуда мы пришли к тому проходу четвертый этаж да мы трогать быстрее всего не будем а вот все-таки зомби решил выбраться там был обычный зомби а мы пришли там и отсюда насколько я помню пришли или нет нет не отсюда мы вот отсюда пришли до идем потому что может оказаться то что там прохода не будет четвертый этаж мне этого не отпала полностью трогать на третьем этаже полазим ну что здесь все опасно рассекатель кстати зомбака завалил вот там идет это идет ли не идет пока не видно а вот ты кто сломанный киборг все убегаем он двери по идее ломать не должен закрываем двери он их трогать не должен и ломает не не ломает вот зомби жердяй понятно все уходим отсюда вам и вот наш третий этаж кстати третий этаж тоже заметьте заражен грибками на третьем этаже мы что не весь его исследовали нет не весь совершенно не весь то есть даже и близко нет как раз сейчас этими займемся тогда может найдем еще где-нибудь хранилище казармы либо бионик о не бионики а мутагенов хранилище чита мы помним турелька да мы не ходим можно попытаться обойти все это дело там собачки да попытаемся обойти вот здесь кстати спутка на низ то внизу вам внизу кстати стал ищем то что-то у нас мачете не надо нам мачете если бы тут были мутаген им моих здесь нету хорошо что за этими дверями а тут что-то непонятное скрафчики какие-то чем опыт возможно проводили и не знаю в гольф играли значит что мы еще тут видим кто-то сломал стену либо просто здесь стены не было сразу сплошной камень начинается к никого не наблюдается что ж тогда поднимаемся тебя можно сейчас еще сюда и пройти посмотреть а вот и собственно говоря автодок есть тут у нас работ медсестра но у нас говорил уже не прокачано медицина и нету значка доктором главврача там никого там соответственно нас этот робот медсестра обслуживать не будет нам не поможет можем нет неправильно установить бм и дверь какая укрепленная не знаю разломать не разломает эту дверь стоит пока и пытается даже ломать по крайне мы знаем что здесь что есть автодок если вдруг мы качнем медицину нормально только у нас на кстати первопомощь единичка всего лишь надо будет найти книги просто на недельку отдохнуть и выучить медицину и в том случае нам все равно нужно еще будет для интеллект десятка интеллекта по идее должно хватать главное медицину поднять повыше от кбм не ставил обычно не знаю даже там наверное надо электронику поднимать проходим эти двери ну тут списка спуск еще на низ есть ай-яй-яй-яй-яй-яй побежали повезло не выстрелила турелька вот там есть северо-запада слышно электронный голос и деньги не установлено завершить повторить отменить там что там у нас киборг опять черной какой-то весьма вероятно опять будут турели здесь никого нету значит здесь турель там кто-то тоже какой-то робот лазит давайте проверим уже ладно там грибки мы туда все равно не пойдем что получается получается что здесь принципе то больше и делать то нечего этой лоби нам она наполовину заражена грибками там турелька на турельку меня гранат нету можно было бы пытаться гранатами и грохнуть ничего нет того нет ну в таком случае надо подниматься больше здесь делать нечего в лобе поднялся на минус первый этаж и тут вспомнил что мы еще не ходили вот эти двери не открывали значит тут я увидел компьютер терминал он идет библиотеку библиотека тоже вещь как бы нужная значит давайте взломаем уже раз все равно здесь может что-то там интересно найдем где тут наш отбойный молоток все ждем куда просверлится конечно надеяться на то что там книги по магии будет не стоит меч и ни разу не попадалось ошибочку лом какую-то но вот она библиотека никого здесь нету зомби книжки не читают и что за книжки тут у нас есть продвинутая экономика принципы продвинутого программирования забираем даме мы будем заниматься изучением компьютеров решения патронов домашних устройств условиях на производства до 6 книжечка хорошая современный зверолов зверолов что дает а навыки ловушки тут 3 месяц 0 забираем терапевта что нам книжка это разобраться даже новички у никто не читали эту книгу а возможно просто рецепт какие-то содержится уже забираем вот у нас уже перегруз патронов домашние условия у нас уже книжка есть коту под капотом от механики до 3 у нас как раз единица берем все понадобится инженерное дело до 6 необходимо 3 берем ради того что возможно рецепты будут минария до 6 теринарный справочник записки выжившего не помню что мы там можем извлечь полезного возьмем современный кожевник навык кулинарии до 4 необходим навык 3 альбом случае рецепты будут по поводу выделки химии о их химии выделки кож следуя из названия дробовики искусства и наука убираем здесь ничего больше нету из книг еще пойдем сходим посмотрим там еще не двери есть . книги пока я наверно вот здесь сброшу даже не книги сброшу я здесь сброшу отбойный молоток он как бы больше всего весит если мы там еще найдем и нибудь хранилище до за отбойником этими вернемся когда там то есть нам придется отстелиться света здесь в библиотеке да тоже нету света нету либо спускаться на низ придется тогда пытаемся значит открываем эту дверь да тут зомби охранник нас даже один раз ударил что у нее по здоровью при смерти принципе еще один разок выстрелить попасть да только попасть не так просто попадать мы будем когда-нибудь сегодня вообще или нет да на вскидку персонаж не попадает переключаемся на ходьбу я слышу какие-то звуки будто что-то где-то сломалось сейчас дверь на всякий случай закрою значит подождем отдышимся патрончики у нас еще есть значит а кстати что у охранника выпало ничего не такого не выпало вот очень мощи наверх стати не ходили штаны с караманами флешка что за флешка архив данных интегральных схем много не весит заберем вот комната в которой можно что и отстреливаться свет есть лампы горят это что это рюкзак у нас рамки двери пока тишина турелька стоит кстати которая нас вроде как не видит даже а не видит все было обман она закрываем двери здесь что что нас ждет здесь вот трудно в темноте можно иногда в рассекатель так вот залететь нас уже такой раз было не предупредили нас ходим отсюда хотя вот сюда еще не ходил вернее сюда поднимался но дальше не следовало и надо перебинтоваться марля тоже пойдет от привязан нормально а тут что у нас автодок что ли очередной либо просто мутанты там содержится они видно то что для автоклава да это автодок еще один только здесь медсестры в этом в этот раз нету вот еще одна дверь мы туда конечно же сходим все здесь проходов больше нет сейчас еще здесь посмотрим вот еще одна дверка так вот можно и зайти в этот рассекатель в последний момент появляется тут тишина по крайней мере как-то двери очень странно сгенерировались прям в стену в стене и мешают проходу нормальному кто-то там сверху лазит кто там лазит ай-яй-яй-яй-яй и уходим убегаем отсюда закрываем двери они оттуда не вылезут ами будут сидеть мы тем временем посмотрим что тут у нас еще есть сломанный киборг это понятно здесь мы вряд ли уже найдем проходы какие-нибудь хранилища вот еще вниз посмотрим может тут двери есть нет двери нету так что можно уходить а что кстати а здесь тупик вот мы еще туда не ходили в эти двери железные а проход есть какой-нибудь другой потому что я там слышал кто-то там лазит я бы не отказался от прохода который бы здесь появился да он есть отлично все идем осмотрим кто там лазил здесь спуск на низ есть понятно понятно значит они все за дверями катами сидят вот еще одно убежище похоронилище это казармы шикарно это очень хорошо значит раздабываем сейчас правда надо вернуться забрать отбойник отбойник как-то мне балл надоел шумишь и шумишь не переставая отбойник мы бросили на лестницу вот он значит отбойник подбираем тогда книги сбросим сюда все а мы их заберем что мы сюда еще можем бросить ну вот этот представит пулемет он сейчас не понадобится патроны вот немного освободили инвентарь все идем тогда бомбить эту дверь казармы значит защистим сейчас казармы правда посмотрим как там еще обстановочка то вдруг там какая-нибудь платформа с этими дронами переносными ну и за лутами если там все хорошо и надо немножко еще помутировать как раз под конец серии ну и не забывайте написать в коментах продолжать БН играть либо ДДА то есть напишите просто БН или ДДА чтобы я знал кому что интересно значит активируем сверлим 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 не обращай внимание там если что-то слышно то быстрее свет вот здесь за стенкой как двери не ломали значит там ошибочка ошибочка почему-то все время эта ошибочка вылетает последним обновлением по поводу когда мы сверлим с помощью ну долбим вернее с помощью отбойника правда это обновление вроде как недельная давность я вот не помню обновлялся не обновлялся именно до свежего может там что-то уже исправили хорошо залетаем пока тишина пока тишина ни зомби ни роботов никаких ничего не слышно комнаты есть тоже тишина в них хорошо что здесь есть свет здесь есть свет только вот именно с этой площадки идет он в принципе этого хватит сейчас по-быстрому комнаты посмотрю подкрываю чтобы здесь зомбаков не было чтобы они не вылезли в неприятный какой-нибудь момент для нас мы продолжим долбить оружейку сюда потом вернемся уже попозже тут мы вряд ли что-то интересно найдем у нас как бы все есть каска жилет куртка штаны при том в двойном экземпляре часть я уже в машину отнес поэтому долбим долбим в оружейку проход в хранилище а здесь у нас стоит турелька что за турелька то легкая мы в принципе можем попытаться ее расстрелять ай она нас тоже пытается расстрелять хорошо пойдем поищем тогда может быть гранаты вдруг найдем вряд ли тут гранаты найду куртка штаны рюкзак ботинки чтобы не помешало бы нам найти прибор ночного видения турельку надо как-то разбирать значит попробуем сейчас вызвать зомбаков они на себя внимание немного отвлекут и правда туповатые что делать какие есть вызвать зомби давай вызываем теряем концентрацию еще раз все куда 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 в ногу теперь берем берем арку обратно вот она отвлеклась турелька зомби походу разнеслись тяжелое ранение уходим уходим вызываем да зомби нету больше вызываем еще раз тогда зомбаков и так покуда не разберемся с турелькой так как мы хотим очень добраться до этой турельки сшелое ранение все равно мы вообще пробиваем или нет ее зомби исчезает легкой стреляет по урону даже не вижу как мы наносим урон не наносим повторяем так до победы зомби ну иди пожалуйста иди отсюда зомби тяжелое все равно ранение но хотя бы по нам не попадает ну ладно все озарашили мы эту турельку это почти долго было пришлось зомбаков вызывать всем у нас уже просто дикие повреждения всего руки ноги в общем надо лечиться просто тупо подошел каким-то образом лампочку сломали наверное турель разбила и в общем я зомбак запаков сюда вызвал сюда проскочил за ящики спрятался подходил подходил зомбаки там атаковали в общем вы как все это дело размонтили и ценово выстрела почти притык застрелил турельку без особого прицеливания ну можно сказать повезло значит что мы здесь вообще ради чего мы сюда шли патроны 20 на 66 не знаю где нему мог бы применяться но возьмем что еще у них есть еще одна эрка но мы отсюда только патроны заберем ну кстати обоим валяется уже перегруз магазин бары где бы самобар найти хватит там ломать вы изверги ломают шкафчики что вам шкафчики эти оружейные сделали магазин увеличены на сколько 0,40 кстати интересный магазинчик патрон 50 калибра берем м60 это пулемет по 308 калибр браман механизм 8 на 40 250 патронов жесть это что пулемет который стреляет 8 на 40 патронами граната 40 53 мне сначала надо еще гранатомет найти потом уже гранатки вот 30 патронов еще 223 уже берем это что за патроны 50 калибра магазин у нас уже такой есть возьму еще на барр значит вдруг мы найдем ее патроны снаряды вернее 12 миллиметров кстати патроны из турельки 9 на 19 правда не патрончики все равно забираем сик по 223 не арка моя устраивает вот снайперка 300 у нас кстати 300 патроны есть поэтому снайперку уберем пулемет 550 флеш ты заправлены почему бы не взять оскар есть вот скар мне больше понравилось как-то я раньше им играл в магазин для надеть 19 патроны вот еще для баррит магазин пара налокотников возьмем кто это еще один скар оскар по 308 очень интересно чем более бронебойный будет бойный ну как-то все не шибко много поэтому побольше будет значит что сейчас сейчас я еще наверное бы походил посмотреть по комнатам что есть так сейчас и сделаем но сначала надо выложить то что мы тут накрабили потому что перегруз сильный вот еще до сих пор перегруз 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 нету сейчас быстренько посмотрим что здесь у нас есть 19 куртка ну про запас можно взять на коленники еще меня в первую очередь интересует прибор ночного видения если они здесь конечно есть как-то раз не попадалось даже несколько приборов ночного видения потом еще какой-то прибор но сейчас как-то не наблюдается вот инфракрасные очки есть красным спектр который позволяет видеть теплокровных существ над тем теплокровных существ то есть мы троллики не заметим роботов не заметим а вот зомбаки они вообще считаются теплокровными или нет но заберем лучше бы были очки ночного видения но за неимением лучшего возьмем то что есть все все посмотрели значит что сейчас делаем сейчас мы во-первых шмотки эти все я потом еще перетащу попозже не под запись наверное оружие сюда тоже надо перетащить машину все затащить все что здесь мы накрабили уже в следующий раз мы начнем с того что будем куда-то наверное путь держать значит сегодня мы еще помутируем немножко значит мутаген у нас вот сыворотка кошки есть активируем превращается в небольшой пушок небольшой пушок вместо грубой кожи обеспечь небольшую защиту от холода быстрое лечение это у нас все было вибрисы не знаю что это за вибрисы здоровяк небольшая чувствительность к мане это все у нас уже было кстати негативных пока пока ничего нету из негатива типа на уклонение вибрисы валяет влияют на такое себе удовольствие еще раз тогда сыворотку кошки гладкая шерсть шерстяной мы теперь гладкая шерсть открывает ваше тело испечивает некоторую защиту от холода понятно применяем применяем этот парификатор потому что шерсть мне не очень нравится быстрое лечение здоровья все полностью мута а небольшой пушок остался серьезно как мне небольшой пушок убрать как у меня парификаторов еще осталось один парификатор всего лишь так небольшой пушок он как-то нас демаскирует тонкий мех покрывает ваше тело обеспечить небольшую защиту от холода надеюсь не сильно демаскирует этот тонкий небольшой пушок давайте еще немного помутируем а именно я хочу паука использовать сыворотку платоядный вот это очень плохо это очень очень плохо платоядный никуда не годится при том мы приобрели только платоядного а мы даже потеряли подождите потеряли мы из-за того что пилификатор применили что у нас тут еще осталось сыворотка моллюска мутагенная сыворотка мутаген давайте сидим и не знаю уже пилификатор один только остался моллюск что моллюск дает моллюск нам дал чувствительность к мане непереносимость лактозы платоядный понятно что еще можно растение ну давай растение что мы там приобрели приобрели кое-чего пилодерма ваша кожа светло-зеленый цвет и слегка деревянистая ничего немного защищает и помогает удерживать влагу ерунда ерунда уродливый плохой слух появился а не было не было плохого слуха значит тогда ну еще раз напоследок мутаген бабахнем сейчас сразу три штуки получим мутации что мы тут получили опять выбросы здоровяк иммунитет к паразитам небольшая чувствительность очень быстрое исцеление это круто пилодерма вонючие лианы неприносимые статозы платоядный плохой слух возможно наш мотаген ой не мутаген а верификатор все не вылечит да верификатор нам не то что все не вылечил он почти ничего не вылечил нам не убрал самое страшное осталось это платоядный пироманьяк неприносимый слух лактоз лианы вонючий он вообще ничего не убрал по моему только пушок у нас пропал что ж придется нам теперь с этим жить потому что больше а нет есть еще парификатор еще парификатор оказывается был платоядный все равно остался платоядный никуда не делался и плохой слух остался непереносимость лактозы мы сейчас только фрукты будем есть по моему у нас на улице лето да то есть а какие фрукты мы только мясо можем есть только мясо пулификаторов больше нет да да пулификаторов больше нет значит надо нам еще опять очередную где-то лабу искать искать где-то пулификатор ну не очень все хорошо ну как есть как есть уже придется бороться с этим будем охотиться на дичь есть мясо значит пока на этом тогда все тем пока пока